У нас, я не знаю, у нас вообще плохо снимают фантастику. Это же вопрос ни к Ефремову, это вопрос к режиссерам. Вот у меня один знакомый закончил в ГИК. Я вот, ну, он как бы тоже не востребован, ничего, вот он в Осетии сейчас. Я с ним разговариваю, говорю, объясни мне, что за лажа происходит в позднесоветском кинематографе началась и вот в современном российском. Говорит, Алан, вот я, говорит, там осетин был, говорит, один. Все остальные были, говорит, представители одной национальности. И они вот как бы думали, что я тоже их национальности, не русские, естественно, да, и как бы вот сначала, когда уже поняли, что тоже не их, и как бы вот так вот, я, ну, не состоялся в профессии, как бы это, это, говорит, как мафия. Вот, говорит, смотри, говорит, вот после войны, там пока еще были фронтовики, они, говорит, вот так вот, сцепясь руки, эту сферу держали, охраняли. Вот пока они еще были, 60-е, 70-е годы, вот они держали, охраняли. Как только, говорит, их физически не стало, там умирали, все. Тогда вот их место заняли представители сынов домов Израилева, понимаете, и все это стало деградировать, понимаете, там эти все нытье, все плохо, ужас, русские алкоголики, это же весь кинематограф, вот это 70-е годы как пошло и поехало. Все. Соответственно, зачем им, какой космос им нужен? Им Машах нужен, им никакой космос не надо, понимаете, Машаха нам давайте там. Великий Израиль от Нила до Ифрата. Другая стратегия в голове, понимаете, другая задача. А нам нужно обратно на эти рельсы вернуть, я надеюсь, у нас получится. Сфера вся занята, понимаете, там как мафия сидит, это мафия. Это что в культурной сфере брать, если музыкальную как бы сферу, да, вот это все, то, что соответственно, вот, потому что это управление сознанием. Они как люди умные захватили сразу две сферы управления сознанием, это образование и культура. Вот культура и образование, пожалуйста, концентрация представителей одной национальности на квадратный метр, там гораздо больше, чем любой другой, хотя в России живет почти 200 национальностей разной. И они под себя забрали это. А под себя забрав это, они занимаются самым главным как бы управлением сознанием масс. Детей через образование и людей через вот массовую культуру. Кинематограф, музыка, там, изобразительное искусство и все остальное. Музеи, библиотеки. А тупляют специально или из-за того, что они больше ничего другого не умеют? Они разрушители? Так и по-другому, и специально. Потому что, блин, все весь этот антисталинизм же они качали. Весь диссиденты, понимаете? Диссиденты, они же не буряты были, не татары, там, даже не осетины, понимаете? Представители бы что-то одной национальности диссиденты. 90% их было, понимаете? Потому что вот такая вот задача у них. Не хотят они. Они понимают потенциал народа и нужно сделать так, чтобы он не был реализован, так скажем. Конечно, мы никого не обижаем. Субъективное чистое мнение высказывают. Но вот по факту. Посмотрите кинематограф 50-е и 60-е годы, перелом пошел в 70-е и дальше пошло-поехало. Видите, все комедии тупорылые, понимаете, карнавальная ночь и прочее, да? Это что такое? Это же программирование сознания советского населения пошло с легким паром, там, это все. Театры все. Ну, всю эту сферу забрали, оккупировали, управляют и направляют. И кто в этой сфере крутится, это прекрасно знает. Просто это как-то не принято обсуждать. Но нам можно, мы с вами не представители культуры и искусства. То есть, вместо того, чтобы самим развиваться, они пошли путем наименьшего сопротивления, отуплять других. Ну, как бы, они прекрасно понимают, что власть ты имеешь до тех пор, пока человек находится на правильном уровне умственного развития. До тех пор ты можешь им управлять. Как только он начинает умнеть и начинает понимать, и два плюс два складывать, начинают возникать резонные вопросы. Почему так происходит? Потому что, чтобы этого не происходило, они вот делают все для того, чтобы этого не происходило. Отупляя через все. Через музыку, через кинематограф, через все, понимаете? Но, слава богу, в России не снимают фантастику хорошую, но в мире-то снимают. Китайцы, вон, прекрасную фантастику научную снимают. Не знаю, американцы, европеи. Я очень люблю научную фантастику, поэтому очень слежу за всем, что выходит. Вот китайский прекрасный сейчас фильм вышел «Тайна трех тел». Просто шикарно. Это книга даже так проникся, что все книгу даже купил, такая толстая книга. Адаптация одноименного романа «Люци Синя». На одной ферме выращивают индейок. Каждый день в 11 утра фермер приходит кормить их. Одна такая индейка-ученая заметила закономерность и провозгласила универсальный закон Вселенной. Каждое утро в 11 нисходит пища. Однажды фермер по обыкновению пришел. Но был день благодарения. Ну, раз я индейка-ученый, то хочу знать, кто владеет фермой. Бесстрашие рождено незнанием. Китайцы автор сам, там нашумевший роман у них был. Но вот даже проблема в чем? Вот этот китайский роман нам переведет с английского. Не с китайского. Потому что у нас даже переводчиков нет, которые могут переводить художественную литературу. Нет столько переводчиков с китайского. Пришлось, говорят, с английского переводить. А там уже потеря смысла много идет. Там, ну, в аннотации книги читал, что какая проблема была перевести роман. Просто одну книжку. Потому что китайведение убито было еще в позднее советское время. Чтобы не было союза с Китаем, даже китайведение, китайцы от нас отделены чем? Ирографической письменностью. Стена, она не китайская, она из иероглифов состоит. Для того, чтобы туда проникнуть, ты должен выучить несколько тысяч иероглифов. А это неподъемная задача, как бы, даже для человека средних умов. Не говоря уже там о всех остальных. Понимаете? И они вот фантастику продвигают научную. Соответственно, вот я смотрю же фильм этот, я понимаю, о чем они думают. Там, дальний космос, какие-то там коллайдеры, там, протоны, нейтроны. Ну, занимаются люди интересными. А у нас вот сказки снимают. Видите, Чебурашка, Баба Яга, там, какой-нибудь Иван, фильм вышел и рекламируют. Иван Васильевич, дурачок, или как этот Иван, какой-то там царевич, что-то там в городе. Вроде хорошие ребята там, реальные пацаны, которые вот сериал. Вот он сейчас там про какого-то Иванушку, вот он фильм сняли. Понимаете? Про Иванушку. Не про космос Ивана Ефремова, а про Иванушку. Сказки. Взрослым рассказывают сказки, понимаете? Не детям уже, а взрослым. А детям нужно научную фантастику показывать. Алиса в стране чудес, милофон, там, машина времени. Хоть что-то думали, чтобы в этом направлении. Ну, мы же с вами говорили, что в сказках большой смысл заложен. Может быть и хорошо, что сказки... Ну, конечно, но их надо и детям рассказывать, понимаете? Детям надо рассказывать. Маленьким детям рассказываешь сказку, закладываешь программу. Это очень хорошо, понимаете? Но когда человеку в 50 лет до сих пор сказки рассказываешь, это говорит о том, что он с детского возраста не вырос еще, понимаете? Когда детям нравится чебурашка, это нормально, да? Чебурашка, хорошо, там, 5 лет тебе, 7 лет. ты не можешь 50 лет ходить на чебурашку, понимаете? И он тебе нравится. Ну, понимаете, о чем я говорю? Там думать не надо. Вот чебурашка, вот хорошо, ящик с апельсинами. Есть замечательные мультики, это вот про богатырей у нас сняты. Там достаточно интересный и с большим смыслом. Ну, вполне возможно. Но нельзя, чтобы вся культура ограничивалась этим. Понимаете? Нельзя все-таки этому сужать. Должна быть фантастика, должны быть фильмы, заставляющие думать, должны быть серьезные какие-то мелодрамы психологические, да, показывающие внутреннюю природу человека, да, там трагизм какой-то, ситуация, еще что-то. Но нельзя все упрощать. Они настолько все упростили, провестили все в жвачку, знаете. Вот положил конфетку в рот, сиди, малыш и соси, понимаешь? Так же нельзя. Должно быть что-то сложное, интересное, захватывающее, увлекательное. Вот сейчас вся страна обсуждает сериал про этих вот пацанов. Криминальные группировки города Казани. Ну, вы понимаете? То есть это стало нашумевшим фильмом. То есть это значит, на фоне всего остального вот этот фильм нашумевший. Это отозвалось в сердце. Пацаны в костюмах Адидас. Я, мне тоже отозвалось, я тоже в этих Адидасах ходил, мне до сих пор вот есть на всякий случай. Просто ничего не происходит в культурном пространстве больше, понимаете? Обсуждают вот этот фильм. Нечего обсуждать больше. Вот в чем дело-то. Вот обсуждаем это. Ну, молодцы, хоть так. В Америке не ослабеет без Киссинджера. Какие будут последствия смерти его? Так что, понимаете, вот у них система не построена на персонале. Там работает система. Это как мозаика. Ну, вот один камушек выпал, туда сразу другой поставили. Система-то работает. Там система работает. У них не зациклено все на персонале. Вот этот человек умер. Но человек умер, там, знаете, упал, боец не выдержал атаки. На его место сразу там 10 других придут. Там система работает. Там институты работают. Подготовки кадров. Там школьное образование, высшее образование, там, дальше интеграция, вот всякие там эти структуры, понимаете? В том числе и не государственные, и надгосударственные разные. Это система. И поэтому там персонали такой огромной роли не играют. Ну, Бжезинский умер, и чего? Я же говорю, дедушка умер, а дело живет. Понимаете? Ленин лежит в Мавзолее. Ленин из Мавзолея вытащить там. А дело-то Ленина не в трупе, который там лежит, не в теле, не в этом. А в книжках, которые он написал, в идеях, которые он озвучивал, в историческом наследии, которое он сделал. Дедушка умер, а дело живет. Вот так же и там. Дедушка умер, но дело-то живет. Дело-то Киссинджера живет. И Бжезинского дело живет. Вне зависимости от того, если они физически там свое тело носят они там по земле или не носят. А у нас дедушка умирает и все разваливается, понимаете? Система потому что так быстрая. Вот что мы с вами обсуждали. Вот в чем большая проблема российской государственности. Дедушка умирает и все разваливается. Сталин умер, все развалилось. Кто-то умер, все развалилось. Но некоторых людей не так просто заменить. А в сложных ситуациях именно этот человек, допустим, может сказать какую-то мысль, которая и даст победу. Вам нужно, чтобы у вас в стране было тысячи людей, которые могут какие-то мысли говорить. Понимаете, их тысячи должно быть. Это система образования. У нас главная проблема, вот сегодня мне опять звонил один товарищ в Санкт-Петербурге, он там образованием занимается. Я говорю, проблема заключается в том, что здесь никому не надо это образование. Я даже ему ролик скинул, который мы вас записывали. Оно не нужно, не востребовано. Невостребованные люди, способные мыслить самостоятельно. Вот они сейчас нужны. Вот сейчас, типа, последние пять лет, давайте нам беспилотники, все. А где вы возьмете инженерские кадры? Где вы этих детей возьмете? Двадцать лет назад должны быть массово открыты в стране авиамодельные кружки. В этих кружках за эти двадцать лет потихоньку бы созрели бы ребята, которым это интересно, они бы вот к сейчасному времени стали бы уже инженерами и делали бы вам эти беспилотники. А как вы хотите, вот так, чтобы бац, ребята, вжук, по мгновению волшебной палочки? Их воспитать надо. А для этого нужна система образования. Система образования полностью контролируется этими сынами Дома Израилева, понимаете? И, соответственно, товарищами иезуитами. Они там на пару это все наворотили нам. И вот там изменений подвижек никаких не видно. А все остальное, ну, как бы, да. Вот когда мы там увидим изменения в области образования, в области культуры, да, там, кинематографа и всего остального, вот тогда может что-то вот куда-то длинится. При этом сказать, что у нас снимать нечего. У нас есть, что снимать. Огромное количество фантастики написано и пишется, и хороших произведений всего. Но ставят-то вот то, что ставят. И когда они говорят, что это вот запросы зрителя, ну, что вы врете-то бессовестным-то образом? Это ваше желание просто. Это ваша такая задача, мейнстрим, понимаете? Жвачку закидывать. А, people have it. Вот сейчас, знаете, как интересно стало? У меня друг-актер, и он в этой всей каше варится давно. И вот раньше, как, говорит, было, государство дает деньги на фильм, а там деньги, говорит, быстро поделили, распилили, 90%, 80% украли, и на 20% какую-нибудь там фигню сняли. Ну, и государству сдали, там, вот, молодцы, вот, сняли, хорошо. И неважно, там, посмотрел твой фильм, кто-то не посмотрел, кому-то он нужен или нужен, неважно. То вот эти, говорит, площадки сделали, сейчас не будем говорить, да, вот эти вот в интернете площадки, на которых вот люди кино смотрят. То они сейчас не так делают. Они говорят, сначала ты нам показываешь фильм, если он нам нравится, мы у тебя его покупаем. Тут, говорит, может, сейчас ситуация что-то начнет изменяться, качество кинематографа начнет расти, потому что ты не можешь фуфло снять. Ну, тебя просто не купят, и никому не надо это будет. То есть ты должен взять какой-то кредит, найти деньги, снять фильм, продукт, и тогда у тебя его купят, либо не купят. Это более справедливая история. А так это просто была сфера по распилу денег. Рината Литвинова, известная актриса, режиссер, выступала и говорила, вот там откаты давать надо, понимаете. А мне, говорит, неудобно, я творческая женщина, а там, говорит, какие-то сумочки, деньги, резиночки. Она там в интервью давала, она же так рассказывает еще манерно все. Я, говорит, представляете, пачки напихаю, вот это вот даю, вот так вот, понимаешь, вот ворачиваюсь и пошел. Мне так неудобно. А что делать, говорит. У нас, говорит, по-другому не работает. Вот когда станет по-другому работать, тогда может что-то по-другому и появится. Но эта система так выстроена специально, чтобы ничего не было. Вот что-то тоже надо понимать. Так не само по себе. Это так сделано, чтобы ничего не было. Что все априори понимают, что это просто способ распила денег, государственных, бюджетных. За результат все равно никто не спросит. А с другой стороны, если даже снимут фильм, то он может не пойти в прокат, потому что там не будут каких-то закладок, или будет он совсем такой правильный, что его тоже не пустят. Ну, знаете, вот снимают же, в интернете выкладывают. Там я замысел смотрел. Донецкие ребята сняли. Хороший фильм такой «Замысел и смысл». И все, нигде его в прокате не было. Все его в Ютубе смотрят. И кто не смотрел, тоже посмотрите. Снято недорого, но очень качественно. Там смыслы хоть какие-то есть. Ну, то есть, выход сейчас есть. Сейчас есть интернет, да? То есть, донести до массового зрителя можно. Заработать может, не заработаешь. Но донести мысль можно. Но это должно государство быть выгодно, понимаете? Потому что управление сознанием, это должно стать, как сказать, главной сферой деятельности государства, государственных институтов. Они это наотку поддали каким-то барыгам, каким-то торгашам, каким-то проходимцам, каким-то там сынам дома Израилева, американским гражданам голливудским. Всем кем угодно, кроме тем, кто этим должен заниматься. Ну, вот если вернуться к Путину, то мы же видим рядом с ним постоянно Бен Лазар. Ну, мы рядом с ним постоянно видим нашего уважаемого патриарха Кирилла. И что это значит? Со всеми главами конфессии общаются. Это значит, пияние. Там, как сказать, верховный, казанский такой шапки, да? Муфтий ходит постоянно. Как бы глава конфессии. Главы конфессии, они все вот рядом. У них такая работа не ходит. Патриарх Кирилл тоже даже еще ближе. Еще роднее. Дело не в этом, понимаете, не в людях, а в идеях. Вот мы постоянно обсуждать людей хотим. Дело-то в идеях, понимаете? Вот идеи несут какие. Я не знаю, какую идею несут хабадники. Я, честно, не вникал там, я не читал труды Берлазара. Но вот я же вижу, чем занимается наш уважаемый патриарх Кирилл, например. Понимаете? Это вообще был бы прекрасный ход, если бы, например, в обязанность стало каждому священнослужителю иметь образование психолога. Пусть они даже не теологи, да? Там большинство, ну, многие, я знаю, там, как бы ладно, да? Ну, хотя бы психологи могли бы оказывать людям психологическую помощь, да? Сейчас же распространены психозы, люди, депрессии. И профессиональную психологическую помощь бы оказывали. Это же было бы хорошо, хорошо. Хоть какая-то была бы польза, понимаете? Социальная нагрузка. Не просто там пришел, постоял, а тебе психологическую помощь оказали, да? Там какие-нибудь расстановки по Херингеру там сделали, там, или еще какой-нибудь тренинг провели, там, ну, естественно, в своем стиле. Это же психология, работа с сознанием. Психология. Псих – это душа, логос – это вот смысл. Ничего в этом плохого нет. Это была бы польза большая. А какая польза вообще от церквей? В таких, ну, в таких количествах это само собой. А вот колокольный звон, да, очищает пространство. Вот, пение, если там есть, тоже. А вот все остальное, это же, наверное, наоборот, даже вредно. Ну, это институты. Институты, как бы, вот той феодальной России. Это институты. Это государственный институт на сегодняшний день. Ну, это же институт государственный, правильно? Для чего? Для, как бы сказать, добрые пастыри. Мы добрые пастыри. Пастыри, понимаете? Пастыри. Помогают, так скажем… Пасти овец. Пасти мирные народы, да. А могли бы еще психологическую помощь оказывать? Какую-то образовательную. В царской России хотя бы какое-то первичное образование давали, да, там церковно-приходские школы были. Учили детей читать, писать, там, крестьянских разных. Польза была, была. Вот и сейчас тоже могла психологическую помощь, если бы центр такой психологической помощи бы создали, да, на базе каждой церкви. Представляете, какая бы польза была бы этих бабушек всех. Их же лечить надо, большинство, понимаете? Они же там живут в депрессиях, психозах и там в разных вещах. И вот, соответственно, эти душевные травмы их лечить. Но профессионально, как психологи. Как настоящие психологи, а не просто с дипломом. Как настоящие психологи. Психа – это душа, конечно. Наука о душе. Вот прямая обязанность. Психологическую помощь оказывать людям. Приказываю взять. Нет. А я приказываю взять. Не оставлю я тебя, Леша. Не могу. Разговорчики. Леша, слышь, как же я жить буду? Счастливо. А где Акишин? А Леша, Кишин там остался. А мне свой аппарат отдал. Аккуратно – это душа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Соловья Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok